Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. Сегодня у нас обзор интересной новинки от Sweetbox. Коллекция игрушек по новому фильму Marvel Вечные. Кто уже успел посмотреть, поделитесь впечатлениями. Как обычно отгроем целый блок и надеюсь соберем всю серию. Ставь лайк и поехали. Обложки у новых Sweetbox одинаковые. На ней изображены Фина и Икарис. Вес этой коробочки 31 грамм. Так, пакетик с игрушкой. Пакетик с руктовыми постилками. И вкладыш. Вечные – это раса бессмертных пришельцев, наделенных невероятными суперспособностями. С далекой планеты они прибыли на Землю тысячи лет назад, чтобы втайне защитить человечество от расы инопланетных чудовищ, называемых Девиантами. Собери всю могущественную команду. Все в коллекции 6 игрушек. Немного. Аяк, Серси, Фина, Икарис, Фастас и Кинга. И первыми попадается Фина. Очень грозный и опытный воин. Серьезная и замкнутая Фина способна использовать космическую энергию для создания любого оружия, которое она может придумать. Фигурка довольно высокая. Сделана из пластика. Стоит на устойчивой подставке. Задумка, конечно, хорошая. Но вот исполнение так себе. Вы только посмотрите. Фина вообще похожа на какую-то бабушку седую с морщинками. И живот, смотри, как у него выпирает. Но совсем некрасиво. Хотя в фильме её очень красивая актриса играла, как она тут изображена и здесь. Совсем разные вещи. В руке Фина держит длинный посох. С каким-то навержием. То ли копьё, то ли ещё что. Я фильм не смотрел, поэтому не знаю, что она умеет делать с этим посохом. Посох, кстати, клепкий. Одета Фина в обтягивающий костюм, а сверху добавлено немного брони. Хоть она и супергерой, броня никогда не помешает. Не, я, конечно, ожидал побольше от этой коллекции. Пока мне не очень нравится. Посмотрим, что будет дальше. Следующий свитбокс вес 34 грамма. Аяк. Духовный лидер вечных. Мудрость Аяк помогает ей и команде с тех пор, как они прибыли на Землю для защиты человечества. Она может не только исцелять людей вечных, но и общаться с целистиалами. Так, а где подставка? Вот она. Надо её ещё прицепить. А знаете, первая фигурка была не такая уж и плохая, потому что вот это уже полный Аяк. Свитбокс, похоже, решил пробить дно. Вы только посмотрите на это лицо. Мало того, что она отвалилась от волос, она ещё всё чумазая. А часть волос в этой Аяк вообще выпала. Полный ужас. Ну как такое можно продавать? Да ещё и по такой цене. Аяк стоит в боевой стойке. Платье у неё, конечно, красивенькое. Особо мне нравится плащ. Очень длинный до пола. Прям как у Ванды. Ну и как вот это можно собирать? Ладно, пойдём дальше посмотрим. Следующая коробочка вес 28 грамм. Самая лёгкая. Ну хоть фруктовые пастилки подсластят мне пилюлю. Так, следующий у нас Серси. Лучше всех относится к человеческой цивилизации. Работает куратором музея, спасает людей от девиатов. Серси обладает способностью манипулировать материей. Влюблена в Икариса, помогает ему вербовать вечных для важной миссии. Фигурка отдельно, подставка отдельно. Ну, Серси выглядит получше от предыдущей фигурки. И всех трёх девчонок она, по крайней мере, самая симпатичная. Зелёный наряд. Здесь какой-то шарфик развивается. Но не обошлось без косяков покраски. Здесь накосячено. Тут, смотрите, как криво всё покрашено. Здесь вообще обрублено. Очень много острых краёв остаётся у фигурки. Это, конечно, не Камильфо. Да и на неё, посмотрите, она тоже своим костюмом недовольна. И уж больно хлипкие подставки. Первый раз у Свитбокса такие встречаю. Они прям гнутся. Подставка должна быть жёсткой, из жёсткого пластика. Женскую половину Вечных собрали. Будем искать мужскую. Следующая коробочка вес 32 грамма. Кинга. Обладает способностью выпускать из рук снаряды космической энергии. На протяжении веков очарованы идеи славы. В настоящее время Кинга известная звезда. Но вынужден оставить свою знаменитую жизнь, чтобы помочь Вечным отразить атаку девиантов. Скорее всего, эта звезда выступает где-нибудь в Болливуде. И опять подставка отдельно. Так. А вот Кинга, кстати, выглядит неплохо. Нет очевидных косяков в покраске. Лицо нормально сделано. Судя по лицу, ну точно индус. По-любому в Болливуде снимается. Стоит в боевой позе. Ему, кстати, не хватает в этой руке щита, а в этой меча или копья. Было бы вообще супер. Одет он тоже в доспехи. Они смотрятся неплохо. Похоже, эту коллекцию делал жена-ненавистник. Потому что мужские персонажи пока неплохо сделаны. Дальше видно будет. Вес коробочки 30 грамм. Икарис, тактический лидер, самый могущественный в команде, обеспечивает безопасность других вечных. Нравственный, добрый и харизматичный. Икарис может гордиться невероятной силой, способностью летать и пускать лучи мощной космической энергии из глаз. Ну прям как Циклоп или Супермен. Ноги он держит вместе. А штырьки пошире сделаны. Надо его раскорячить. Что-то этот икарис не тянет на тактического лидера. Посмотрите, какой он унылый. Да и лицо у него глуповато. Один глаз кого-то в сторону съехал. А что это за белое пятно у него? Голубь или это седина? Кто знает, напишите в комментариях. А ещё волосы, похоже, съезжают потихоньку с его лица. Опасненько. Кстати, странно. Волосы у него чёрного цвета, а борода рыжая. Тоже одет в какие-то хитроватые доспехи. И самое интересное, это его руки. Что с ними? Почему он их так держит? Такое чувство, что они у него как будто укоротились. Непропорционально. Да и поза какая-то подозрительная. Вроде бы Серси и Кинго были более-менее, но всё вернулось на круги своя. Осталось найти последнюю фигурку. Вес коробочки 38 грамм. Самая тяжёлая. Нашли. Фастас. Обладает силой изобретательства. Фастас способен создавать всё, что он может себе представить. При условии, что в его распоряжении достаточно ресурсов. На протяжении веков он помогал человечеству технологически двигаться вперёд. Всегда оставаясь в тени. Теперь понятно, почему эта коробочка была самой тяжёлой. Потому что Фастас обладает внушительной мускулатурой. Он, кстати, не сильно подходит на роль изобретателя. Лучше бы подошёл и Карис с его безумным взглядом. А Фастас, похоже, задумался над новым изобретением. Костюм, кстати, сделан неплохо. Фигурка, как будто не из этой коллекции. Стоит устойчиво. Костюм чётко прорисован. На лице тоже косяков нет. Почему остальные игрушки так сделать нельзя было, я не понимаю. Коллекция собрана. Остальные коробочки открою в другой раз. Вот такие новые супергерои Марвел вышли у Светбокс серии Вечные. Это, на мой взгляд, худшая коллекция Светбокс за последний год. А может и больше. А что вы думаете об этих Вечных? Может кому-то они понравились? Будете их собирать? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по печеку с руктовыми постилками.